Дорогие братья и сестры, добрый вечер! Очень хорошее время сейчас, чтобы мы с вами разобрали Священное Писание и Слово Божие. Давайте сейчас вначале мы с вами помолимся, попросим Господа, чтобы Он благословил нас, чтобы наполнил наши сердца, чтобы коснулся нас. Я знаю, что многие из нас, вы и я испытываем нужды в нашей жизни. У нас есть проблемы, есть какие-то, я не знаю, у кого-то беды, у кого-то более мелкие проблемы, но мы все нуждаемся в Божьей помощи. И мы с вами помолимся, чтобы в этом был во всем наш Господь. Прочитаю вначале из Священного Писания, из послания к филиппийцам, 4 глава, 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Мы знаем, когда, в какое время мы с вами можем обратиться и к кому мы можем обратиться, к нашему Господу. Давайте сейчас, что мы переживаем, какие проблемы мы сейчас несем в наших сердцах, в наших жизнях, мы сейчас закроем глаза и будем молиться нашему Господу, чтобы Он восполнил. Дорогой наш Небесный Отец, мы сейчас молимся и просим, Господь восполни всякую нужду по богатству славы Своей. Мы молимся за тех, кто сейчас болен, кто испытывает нужду в здоровье, в исцелении. Благослови и наполни, дорогой Господь. Мы молимся за тех, кто сейчас переживает изменения в своей жизни, финансовые изменения или семейные. Просим, благослови наши семьи, благослови наших ближних, наполни их, дорогой Господь. Пусть Твой Дух Святой наполняет наши сердца и дарует нам любовь, мир, покой, где бы мы ни были, какие испытания бы мы ни проходили, дорогой Господь. Благослови и наполни, восполни, дорогой наш Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте еще поблагодарим Его за Его милость, за то, что Он дает нам эти новые дни, каждый новый день дарует нам Господь. Вместе с этим днем дарует нам милость, благословение и любовь. Замечательный сегодня день. И хочу вам представить, возможно, как большинство вы знаете, меня зовут Юля, я служитель церкви. Но хочу вам представить здесь со мной сегодня Лиза, это моя старшая дочь. Сегодня у нас будет такой небольшой интерактив. И мы сегодня хотим поговорить, у нас до сих пор весенняя семья или семейная весна, это так я шучу на эту тему. И мы сегодня не будем говорить о взаимоотношениях между супругами или разбирать конфликты, которые происходят в наших семьях. Но мы сегодня затронем тему, тема такая, отцы и дети, родители и детей. Мы, конечно, немножко больше углубимся в тему, разберем не просто конкретно, вообще о наших детях возьмем, но мы возьмем конкретно возраст, это подростки от 10 до 17 лет. И сначала я очень хочу обратиться к Священному Писанию и поговорить, посмотреть на проблему именно со стороны Божьего взгляда. Не так, как мы с вами, бывает, переживаем, живем в нашей жизни, бежим, торопимся, какие-то проблемы свои решаем. У нас здесь параллельно в этом забеге жизненном рождаются дети, растут, подрастают, вырастают. Мы оглядываемся, думаем, ого, это мой младенец, он уже так вырос, я даже не заметил. И приобретаем опыт, ну как-то, знаете, на бегу, как мы можем, как мы успеваем, в свободную минуту мы замечаем нашего ребенка. Но сейчас мне бы еще хотелось, чтобы мы с вами углубились и задумались именно конкретно на то, как бы Бог смотрит на это, как Божий взгляд, христианский взгляд. И, вы знаете, я себе представляю отношения, ну вот вообще семейные отношения между мужем и женой, и представляю их как взаимоотношения, как договор, некий договор между Богом и человеком. Согласитесь, вот мы с вами, когда мы пришли к Богу, мы заглянули свое собственное сердце, следовали его, мы узнали Слово Божье на нашу жизнь, то, что Господь, Он сделал для нас, Он зашел на Глаговский крест, Он умер за нас. Да, вот это все, что произошло, и теперь мы имеем благодать, благодать прощения, благодать покаяния и изменения нашей жизни. Мы согласились с этим словом, мы принесли жертву покаяния в своих грехах, и мы снова находимся в близких отношениях с Богом. Это наш договор с Ним, наш союз. Также и в семье строятся наши взаимоотношения между супругами, это тоже договор, определенный договор, когда мы перед лицом Бога, мы говорим и заключаем союз. Вы знаете, отношения между детьми и родителями, это тоже договор, это тоже союз. Иногда разговариваешь с родителями или замечаешь, наблюдаешь со стороны, кажется, что детей некоторые родители воспринимают как некую собственность свою. Ну вот они вот так, это вот мы так захотели, в общем-то, ну иногда согласились, ну как бы давай родим детей, давай согласились. Иногда даже не соглашаясь, мы их родили, и мы их воспитываем. Это просто наша, так скажем, собственность, то, что мы произвели на свет, и то, что у нас есть. И вот бытует такое отношение. Так вот, мне бы хотелось, чтобы мы каждый раз задумывались, какое же наше отношение к нашим детям. Все-таки дети — это не наша собственность, это не то, на что мы согласившись пошли, это дар Божий, это плод, который дал нам Господь. Конечно, это невозможно без папы и мамы, невозможно без мужчины и женщины, но тем не менее, даже Давид в псалмах, он говорит о том, что Господь соткал все части его. Господь знал еще прежде, чем он был зачат, любой ребенок, любой человек, Господь знает уже этого человека. То есть это не просто наша собственность, у некоторых дети они как рабы, как слуги, отношения к ним. Нет, это то, что нам дает Господь, это полноценные люди. И вот здесь, в этом союзе, когда с одной стороны это родители, родители, мама или папа, или вместе, с другой стороны это ребенок. И в каждом союзе, в каждом договоре существуют обязанности и права. Вы знаете, каждый раз, когда мы вот смотрим на это, мы с вами можем вспоминать, задумываться над тем, что когда Бог говорит о наших взаимоотношениях с Ним, о моем и Его, как Господа, Он говорит о взаимоотношениях ведь тоже родительских, правда? Ведь Бог — Он наш Отец, а мы — Его дети. Если мы прочитаем из Священного Писания, из 1-го послания Иоанна, 3-я глава, 1-й стих. Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Представляете, да? Бог, Он дал нам возможность быть не слугами, не рабами, но быть детьми. Он говорит, я ваш Отец, а вы мои дети. И когда мы с вами об этом думаем, читаем, мы видим, как со своей стороны Господь исполняет ту договоренность своего договора, своего союза. Он заботится о нас, мы с вами помолились, Он восполняет наши нужды, Он смотрит за нами, Он хранит нас, Он выбирает нам свой путь. То есть со своей стороны Он делает всё возможное. Да, есть также наша часть, которую мы исполняем, мы следуем за ним, мы бываем послушными ему и непослушными, но мы тоже пытаемся исполнить ту часть договора. Также, когда мы смотрим на наших детей, мы, я думаю, конечно, у детей тоже есть свои обязанности, да, не только права. У нас любят, особенно в школе, детям рассказывать про их права. Они там начинают, ребёнок приходит домой и в один день прекрасно говорит, знаете, у меня есть права и перечисляет. Вот если ты меня накажешь, я могу там пожаловаться в одну инстанцию, во вторую, в третью, в четвёртую, да. К сожалению, почему-то в школах не говорят про их обязанности, уже про их обязанности рассказываем мы. Но мы сегодня больше будем не эту сторону затрагивать, не в сторону детей, не в сторону их договора, а всё-таки будем рассматривать нашу сторону. О чём мы должны думать и что мы должны делать, как родители. Потому что это очень важно. Мы с вами идём, живём, существуем и не задумываемся. Сегодня такое чудесное время, когда мы можем с вами задуматься. Так вот, когда Господь, как наш Небесный Отец, как наш Родитель, Он выполняет свою отцовскую заботу к нам, чем руководствуется Он? Мы можем прочитать очень много мест из Библии. Какой наш Отец Небесный, правда? Когда мы читаем, и наши сердца наполняются любовью к Нему. Потому что даже когда Он наказывает, даже когда Он говорит слова, неприятные для нас, указывает нам на нашу жизнь, то Он это делает с любовью. Если прочитаем с вами 1 Коринфянам, 13 главу, 4 по 8 стих. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт. Замечательные слова. И когда мы с вами исполняем наши родительские обязанности, такая сухая фраза, но тем не менее, когда мы заботимся о наших детях, воспитываем их, указываем на их недостатки, когда мы даже готовим им покушать, что-то обед с собой в школу даём, мы всё с вами должны делать это из этих слов, из этих строк, полагаясь на такую безграничную любовь. Есть ещё интересные местописания, вы их все прекрасно знаете, в послании Ефесянам 6 глава, 4 стих. И там до 4 стиха говорится о том, что дети должны почитать своих родителей, и вот именно в 4 стихе уже обращается к нам, к родителям. Тут говорится отцы, но я предполагаю, что это имеется в виду ко всем родителям. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вы когда-нибудь воспитывали своих детей? А раздражали вы их во время этих воспитываний и наставлений? «Колоссянам 3 глава, 21 стих». Снова апостол Павел говорит, и здесь тоже такая маленькая предыстория. Перед 21 стихом Павел говорит, что дети, вы должны быть послушны своим родителям. Говорит о послушании. И уже здесь в 21 стихе он говорит, «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Ещё одна сторона, да? Как же мы с вами будем исполнять свои обязанности, наставления, воспитания, учения, но не раздражая и более того, чтобы они не унывали. А я так понимаю, не унывали, значит, что радовались. Вы знаете, задумываясь о том, что на какой позиции мы как родители находимся, ведь мы все с вами взрослые, да, совершеннолетние люди, мы обладаем определёнными знаниями и силой, и физической, и моральной. Так вот каждый раз, когда мы выстраиваем свои отношения с детьми, с уже подросшими детьми, мы должны понимать, что мы всегда имеем фору перед ними, в своей силе и физически, да? Когда, допустим, наказываем своих детей, мы должны понимать, что мы сильнее. Мы можем словом сделать больно больше, чем они. Мы можем физически принести намного большую боль, чем подозреваем с вами. И никогда не оставлять этого без внимания. Интересно, что, когда вот я размышляла над этим, решила прочитать места Писания из Библии, из Нового Завета про детей. Вы знаете, интересно, что таких мест немного. Наверное, потому что, ну, такая ремарка от меня, это лично моё мнение, оно никак не подкрепляется, что, наверное, про детей очень мало написано, потому что писали-то мужчины. Вот. И у них были, видимо, и цели, и занятия были такие мужские. Вот. А если бы, наверное, больше, как бы принимала участие, наверное, женщина, наверное, про детей возможно. Ну, я вот полагаясь на себя, если бы это делала я, я бы кучу бы, наверное, притчей и примеров про детей привела. Но вот тем не менее, давайте с вами посмотрим одно место, где фигурируют у нас Иисус, ученики и дети. Давайте откроем Евангелие от Марка, 9 глава, и прочитаем с 33 стиха. Пришел в Капернаум Иисус, и когда был в доме, спросил их, спросил своих учеников, о чем дорогу вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собою. Кто больше? И Сев призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но приславшего меня. Вы знаете, что мы можем здесь увидеть, да, вот в этой истории? Это не притча, это конкретная история. В других Евангелиях тоже есть упоминание, когда, ну там бывали, есть и другая история, да, когда детей не пускали приходить ко Христу, к Иисусу. Иисус сказал, что нет-нет-нет, позвольте, позвольте детей, показывал, да, что будьте, как дети, говорил. Но здесь мы видим, что вот они, ученики, апостолы, мужчины, да, и их нужды, их потребности, да, когда они узнают, что скоро Христос уйдет, покинет их, и они между собой выясняют, кто будет больше, да, кто останется, кто заместитель Христа здесь на земле будет. Вот. И когда Иисус это узнает, он зовет дитя. Интересно, что когда он зовет ребенка, я думаю, что тут, наверное, не так, что он сказал, ну-ка, приведите ко мне ребенка. И они побежали там искать какого-то специального ребенка, которого к нему... Нет, это вот были дети, которые бегали тут же рядом с домом, да, или в доме по дому бегали, или во дворе были. Вот. Он взял сам этого ребенка, привел его, и он его обнял. Интересно, да? То есть отношение Иисуса к детям он обнял. То есть это некое другое отношение, чем ко взрослым. Просто об этом надо помнить и задумываться. Хотя они такие же люди, как и мы, они не наша собственность, но есть другое понимание, потому что они по-другому воспринимают мир. Их нужно обнимать, с ними нужно разговаривать. Их, как бы, их восприятие, оно отличается от нашего, соответственно, и мы должны быть другими. Вы знаете, очень сложно бывает иногда понять и что-то предпринять, да? Ты думаешь, ну как, из чего полагаться-то мне? Вот вообще, что мне с этим делать? Вот есть проблема, у меня дети, и что? Что я могу сделать? Вы знаете, как-то вот так получилось из опыта, из понимания детского, да, какого-то, из детской психологии. Я пришла к выводу, что у меня есть такие инструменты, и они для меня не изменяются, ну, не меняются, какой бы ни был бы возраст ребенка. Какие же это инструменты? Я поделюсь с вами. Первый инструмент — это знание. Вы знаете, как бы вот говорить, что я не знаю, что делать с моим ребенком, но можно сказать один раз, ну, два. Но потом это уже странно, потому что сейчас, вот в нынешнее время, у нас есть абсолютно все возможности для того, чтобы узнать своего ребенка. То есть получить некие знания о том, кто рядом с тобой находится, о его особенностях, возраста, развития, не знаю, поведения, половой принадлежности, да, девочка у вас или мальчик. То есть первый инструмент — это знание. Мы с вами узнаем. Мы это должны сделать. Я не знаю, открыть книгу, пойти в библиотеку, заглянуть в Google, в Википедию. То есть в принципе ничего невозможного нет. Второй инструмент — это наблюдение, внимательность. То есть мы становимся с вами внимательными к своему ребенку, к тому, кто находится рядом с нами. Мы смотрим за ним, наблюдаем. Не оставляем его, да, становимся внимательными. Третий инструмент — исходя из первого двух, мы начинаем понимать, понимаем своего ребенка. И четвертый — это вывод. Когда мы с вами знаем, когда мы с вами смотрим, наблюдаем и понимаем, мы уже с вами начинаем анализировать свое поведение, наше взаимоотношение. И делая антитонализ, анализируя, мы делаем выводы для себя. Это вот как бы я так разобрала четко, да, на какие-то четыре пункта, выделила как четыре инструмента. Конечно, вы должны понимать, что это все естественно, главное, чтобы у нас было желание, чтобы мы хотели, если наши, ну, даже какие бы они не были хорошие, вот сейчас тоже, когда я это разбирала, готовила, смотрела, анализировала собственные, да, отношения, как родителя со своими детьми. Я узнавала очень много нового для себя. Не так давно я поняла, когда мне моя младшая дочь, она начала говорить, что я тебе уже это говорила, но ты меня не услышала. Я поняла, что есть пробелы, что я не все запоминаю. Или когда один раз у нас какой-то был небольшой конфликт, спор был, и я вспомнила, что она уже, у нас уже был такой момент, был такой спор, и она мне уже об этом говорила. И я, к сожалению, вспомнила это уже после. И я подумала, что хорошо было, наверное, мне завести, и я это сделала, завести блокнот, или можно тетрадь, и записывать, записывать то, что она мне говорит, и то, что для меня важно. И это ведь можно перечитывать, просматривать для себя, для своего анализа, для понимания. И вот сейчас у нас такой вот, я вам обещала интерактив, но у нас еще нет его. Но сейчас для того, чтобы вот этот инструмент применить, знание, понаблюдать мы с вами сейчас не сможем, хотя мы потом можем понаблюдать, когда мы с Лизой уже будем какие-то проблемы разбирать, то вначале для того, чтобы вот этот, включить вот этот инструмент, мы немножко узнаем с вами про возраст, именно подростковый возраст. Что я имею в виду, когда говорю подростковый возраст? Во-первых, это именно возраст от 10 до 17 лет. Именно тот возраст, который связан со взрослением детей. Конечно, это условно, 10 до 17. Я так понимаю, что многие до 20 взрослеют, а многие начинают взрослеть не в 10. Особенно девочки сейчас очень смещается этот возраст взросления. Они уже в 9 и 8 некоторые. Ну, как бы, некоторых можно назвать, что это уже не дети, это уже не маленькие дети, это уже подростки. И с чем он связан? Во-первых, связан этот возраст с переходом во взрослую жизнь, когда уже они не маленькие детки, но они уже, вот как ступенечки ко взрослой жизни. И это не просто вот какие-то эти только моменты, что как бы подготовка к взрослой жизни, так раз, не можешь так быть-то, раз ребёнок, потом раз взрослый, что как бы ступеньки. Не только с этим. Самое главное связано именно с изменением в организме. То, что происходит с детьми в этот момент, у них всё меняется. Я не буду вдаваться в какие-то медицинские термины и какие-то физиологические изменения сейчас объяснять. Вы это прекрасно можете сами посмотреть. Но хочу сказать, что вот это взросление, оно связано именно с половым созреванием. И это очень важно, потому что мы же хотим, чтобы наши дети выросли, и они стали взрослыми, мужчинами, женщинами, были достойными. И этот период, он очень важен. Вот эти гормональные изменения, которые происходят, и обычно вот все наши проблемы, там наши взаимоотношения, они как бусинки на ниточку нанизываются, но вот это основание именно идёт половое созревание, именно физиологическое изменение, взросление. С этим сталкиваются все. Некоторые говорят, ой, ну вот, как пример про себя могу сказать, что одни родители, они говорили, наверное, Юля, у тебя с Лизой вообще никаких проблем не было со старшей дочерью. Она такая замечательная, она просто вот, я хочу сказать, такого не бывает. Все дети переживают этот возраст, и родители, и дети. Они все переживают. И мальчики переживают, и девочки. Нельзя сказать, что мальчикам тяжелее, девочкам легче, или наоборот. Для них, для всех, они испытывают в основном одни и те же трудности, и одни и те же проблемы. Конечно, у кого-то это более гладко проходит, у кого-то это более эмоционально, больше конфликтов. Некоторые даже вводят такой термин, говорят, кризис подросткового возраста, кризис взросления. То есть указывано на то, что такие ситуации, они нагнетенные, острые конфликты, или в непрекращающиеся друг за другом следующие конфликты. И такой вот как бы тяжелый период описывают этим. Но я хочу сказать, что если мы с вами входим в это время подготовленными, а если мы уже вошли и не подготовлены, то у нас всегда есть возможность изменить свое отношение к этому, всегда есть возможность узнать об этом больше и изменить это. Это у всех есть. Нет такого сказать, что все потеряно, все разрушено. Я не смог настроить взаимоотношения со своим ребенком, когда ему было 7 лет. Что теперь мне делать, когда ему 11? Нет, это все возможно. Для того, чтобы вот изменить это или избежать, то, конечно, мы в первую очередь, и Священное Писание нас этому учит, и Господь нам говорит, что в первую очередь мы должны смотреть на себя, вникать в себя, искать проблему в себе. Когда нам пастор проповедует, говорит Слово Божье, проповедь свою, то мы всегда, у нас есть такая черта, мы всегда пытаемся найти недостатки в соседе своем или в своем ближнем. Или когда у нас есть конфликтные ситуации со своими ближними, родственниками, то нам всегда заметнее и виднее, что виноват кто-то другой, но не я. Но вот тут нужно всегда, вообще везде, смотреть вначале в свое сердце, исследовать свое сердце и смотреть. Для того, чтобы что-то изменить, мы что делаем? Это самое первое главное. Меняем в себе. Меняем себя. И, конечно же, когда мы уже меняем в себе, мы меняемся сами, тогда мы можем помочь измениться своему ребенку, своему молодому сыну своему или своей дочери. Тогда мы можем показать путь, да, мы уже сами прошли, и мы можем научить сделать это его. Второе. Мы должны уметь договариваться. Мы должны уметь находить компромисс либо сотрудничать. Многие, да, не умеют этого. Но что делать? Здесь тоже нужно научиться. Что значит находить компромисс? Что значит вообще компромисс? Это когда обе стороны, они снижают требования друг к другу. Когда есть какой-то конфликт или спор, то обе стороны этого конфликта, они снижают свои требования к другой стороне. Это должны сделать обе стороны. И сотрудничество. А сотрудничество – это когда обе стороны договариваются о том, что они просто не будут для себя делать так, как они хотят, но они сделают ради общего дела по-другому. Второе, что мы делаем. Мы с вами учимся договариваться и находить компромисс со своими детьми. И здесь мне бы как бы хотелось сейчас упомянуть особенности подросткового возраста. Вот мы сейчас поговорили, что с ними происходит, взросление, изменения. А сейчас назову вам несколько пунктов. Они не… Эти пункты не какие-то там прям изученные выжимки каких-то там книг сложных. Нет. Я думаю, что вы все узнаете себя в этих особенностях. Вы узнаете своих детей. Это можно прочитать, посмотреть. В этом ничего такого особенного нет. Но мы это проговариваем, потому что это для нас важно и потому что мы можем сейчас над этим подумать. Первое, появление чувства взрослости. Когда ребенок тебе говорит, да, твой вот малыш, он к тебе приходит и говорит, я не малыш, я уже взрослый, я уже большой, не называй меня большим малышом, какой я тебе малыш. Когда вот физические и психические изменения происходят с нашим ребенком и они формируют это чувство взрослости. Вот подумайте, это же важно, это очень важно, это очень важная особенность. Это должно давать такую платформу, почву для появления новых потребностей. Ведь взрослый человек, посмотрите, сколько у него происходит изменений, что он может делать? То, что не может делать ребенок. Но для этого у него должно появиться это чувство взрослости, чтобы появились его потребности. Но проблема в чем? В том, что он не может эти потребности свои как-то погасить, он не может их восполнить, потому что у него еще нет этих инструментов. Интересно, вот недавно одна мама, не буду говорить кто, вот, а вдруг они будут смотреть, вот, она разговаривали про ее дочь, и дочери 16 лет, и она говорит, что она вот сейчас нужно вот что-то делать, потому что она хочет новую одежду красивую, она хочет купить новый телефон, и самое первое, что хочет, вот прям очень сильно, это купить косметику, какую-то там, я не знаю, какая-то косметика, кристалл там или еще, я в этом плохо разбираюсь. и вот, но это все стоит, да, денег, это все финансы, и она говорит, я не знаю, ну вот как бы я уже не могу ей давать, но это ее потребности, и она, ну, хочет выглядеть по-другому, она становится взрослой, она девушка, красивая, вот, вот, пожалуйста, потребность, но она не может ее восполнить, потому что она учится еще, да, она нет возможности, вот, они на данный момент ищут какую-то работу, подработку, чтобы ей можно было восполнить свои все потребности, да, ну, или хотя бы какую-то маленькую часть. Вторая особенность, это тоже проявляется у всех, это негативизм и упрямство, да, когда подросток начинает игнорировать просьбы, требования родителей, когда он начинает делать все наоборот, и вы должны понимать, что это нормально, потому что это способ самоутверждения, это очень, это тоже очень важно для формирования психики, некоторые, ну, как бы даже вот психологи, они говорят, что вот этот негативизм подростковый, это как одна из форм защиты нервной системы, потому что ребеночек, вот, как бы вот, он когда рождается, он очень к маме привязан, к папе привязан, да, и он растет, он такой привязанный, да, вот даже сама пуповина, и многие сейчас исследователи говорят, вот эту, рассказывают теорию привязанности, да, что это очень важно для становления личности, и это хорошо, когда есть такие привязанные отношения, но когда уже ребенок становится подростком, и он взрослеет, то ему нужно уже становиться взрослым, и здесь он сейчас должен отделяться, начинать немножко, то есть он не может быть так привязан, он должен отделяться, но ему очень сложно отделяться, потому что он очень любит своих родителей, он испытывает нежные чувства, и представляете, когда вы испытываете кому-то нежные чувства, и тебе нужно от этого отделиться, это очень сложно, поэтому легче проявить вот такое упрямство для того, чтобы суметь отделиться. Следующее, это стремление к самостоятельности, и это тоже замечательно, потому что это помогает развиваться правильно и своевременно, да, это вот как бы мотив, который движет подрастающим ребенком, он вырастает, да, и он что-то пробует новое в своей жизни, он уже самостоятельный, он уже говорит, я можно, как бы я сегодня приду домой не в 9 вечера, а в 10 вечера, или он говорит, а можно я сегодня поеду на тренировку сам, самостоятельно, или он говорит, я сегодня, наверное, приготовлю ужин для всей семьи сам, самостоятельно, и это тоже хорошо. Конечно, это иногда другую сторону занимает, когда он уже хочет вообще все сам делать, сам снимать квартиру, сам жить, да, без родителей, просит, чтобы его не контролировали, ну, не узнавали, не звонили ему, да, то есть разные формы. Следующая особенность, отстаивание своих прав, и эта особенность, она как бы перетекает от стремления к самостоятельности, да, когда он пытается расширить какой-то вот свои привилегии, круг своих привилегий, там, раньше ему разрешали гулять на улице до 9 вечера, раньше ему разрешали, там, гулять только вот в соседнем дворе и в своем дворе, и тут он как бы начинает уже расширять свои привилегии, говорит, а можно я буду гулять дольше, а я пойду к друзьям, а я поеду там на другой конец города к своей подруге, я пойду в кино со своими друзьями, то есть это уже, ну, начинает свои права отстаивать. Следующая особенность, это гормональные скачки, ну, просто я про это скажу, вот, но мы должны к этому серьезно относиться, потому что вот эти вот гормональные скачки, изменения, вот физиологические изменения в организме, они влияют на состояние, на, ну вот, когда твой ребенок расстроен, может быть, агрессивен, да, какие-то что-то с ним происходит, это не всегда потому, что он упрямый, или он какой-то, ну, что-то с ним происходит, нет, возможно, это вот идет половое созревание, и у него болит голова, или у него скачет давление, или еще что-то с ним происходит, то есть вот эта раздражительность или излишняя эмоциональность, на это влияет именно гормональные изменения, мы должны быть к этому очень внимательны, как родители, понимать, когда он упрямится, а когда у него реально, он себя плохо чувствует, и нам, почему еще быть внимательными, очень важно в это время давать ребенку отдыхать, спать, менять что-то, какой-то свой вид деятельности, иногда даже стоит, посмотрев на него, ну, может быть, школу не пустить, да, оставить его поспать подольше, все это очень важно, следующая особенность, это стремление к общению со сверстниками, да, и это иногда очень ранит своих родителей, потому что раньше ребенок общался только с тобой, был рядом с тобой, а сейчас для него важно именно общаться со своими сверстниками, то есть ты уже для него не являешься, не являешься таким другом, близким, как друзья, которые рядом с ним находятся, такие же, как он, а следующая особенность, это тяга к противоположному полу, то есть это симпатии, влюбленности, потому что вот этот этап взросления, он тоже предполагает, да, и гормональные изменения, предполагает, что уже мальчики, они смотрят на девочек, девочки смотрят на мальчиков, они уже пытаются строить взаимоотношения друг с другом, для них очень важно, что их любят, что к ним проявляют знаки внимания, единственное, конечно, им очень сложно, потому что они не готовы, допустим, ну, когда девушка влюбляется, она не готова, что ее могут не полюбить, да, в данный момент, но это замечательное время, следующая особенность, это поиск себя, испытание своих возможностей, да, и вот такая особенность, это вот приводит к каким-то рискам, да, к какому-то спорту рискованному, когда они там катаются на чем-то, там, все эти паркуры, там, или на поездах катаются, то есть это тоже, они пытаются себя проявить, следующая особенность внимания к собственной личности, то есть они уже не просто дети, которые, ну, кушают, играют, веселятся, они уже задумываются о себе, о собственном я, о собственном смысле жизни, то есть это для них очень важно, для чего они живут, зачем они живут, кто они, да, кем они будут, они составляют мнение о себе, исходя вот из каких-то своих предпочтений, из своих каких-то идеалов, которые они видят, там, может, ну, раньше мы из книг этих идеалов убрали, сейчас, конечно, они больше смотрят из средств массовой информации, в интернете, да, вот какой-то есть идеальный образ, и они пытаются быть, соответствовать ему, либо же какого-то героя себе находят, да, и меня пытаются понять, я такой же, я другой, или чего я хочу, и, конечно, такая особенность, как повышенное внимание к своей внешности, да, это и у мальчиков случается, тоже не только у девочек, может быть, у девочек более в обостренной форме, это внешне заметнее, мальчиков это тоже происходит, когда они смотрят на себя, худой я или толстый, когда для них это важно, красивые я, уши у меня, красивые или нет, кривые ноги или ровные ноги, то есть все-все-все для них очень важно, все, что как, они уже начинают понимать, что, когда они знакомятся в компании, или когда они желают понравиться друг другу, они уже понимают, что внешность, это имеет значение, в первую очередь, да, видят тебя, вот какой ты есть, и какие же тут проблемы-то возникают вместе с этими особенностями, проблем, ну, я скажу, что их, конечно, очень много, их не обязательно вот так распределять, я просто скажу, например, это тревога, да, когда они тревожатся, боятся, стесняются, это страх и стыд, это агрессия и злость, когда они становятся агрессивными и злыми, это неуверенность в себе, когда они вот не знают, вот им говорят, надо поступать в институт или в колледж, да, они говорят, а я не знаю, а ты куда хочешь, да я не знаю, я вообще не, я еще в себе не уверен, я себя не принял, какой я есть, кто я, да, от них просят, чтобы они сказали, это какие дальше проблемы, снижение успеваемости, трудоспособности, да, и это очень часто связано, для нас это важно, да, для взрослых, успеваемость ребенка, я хочу сказать, надо к этому очень лояльно относиться, потому что вот особенно вот в этот период, в этом возрасте идет сильный рост скелета, да, когда, представляете, вот ваш такой красивый малыш был, ну пусть не малыш, там 8-летний ребенок, 10-летний мальчик, и потом резко у него начинают расти руки, ноги, да, и получается такое красивое чудо, у которого маленькое тело, и длинные ручки, длинные ножки, да, вот у нас Лиза тоже была с длинными ручками, ножками, мы ее просили все время шкафчики открывать на кухне сидя, потому что она раз ручку протянет, шкафчик откроет один, другой уберет, удобно было, и вот они вот такие, они, представляете, и это кроме как внешне, это очень влияет на развитие, на рост внутренних органов, то есть что происходит, кровь не успевает, потому что сердце еще оно не выросло, вот эта вся система, по которой кровь бежит там, ну все, головной мозг, это все не успевает расти за скелетом, за скелетной массой, и получается, что дети очень сильно устают, у них болит голова, они все время хотят спать и есть, когда там, наверное, замечали, когда ваш подросток, ваш заточили, сын приходит домой со школы, они что делают, они обычно едят и ложатся спать, обязательно дневной сон, и будьте к этому внимательны, пусть они спят, пусть они отдыхают, и, конечно, бывает такая проблема, сейчас очень реальная, когда дети, они ночью не спят, они делают все, что угодно, только не спят, играют в гаджеты, в компьютеры, но нам нужно понимать, что это очень важно, здоровый сон и хорошая еда, никогда не оставляйте бесконтрольно с едой, ну, то есть, когда вот мы заняты, нам некогда, мы как-то еще маленьких детей с вами кормим, стараемся, да, там питание там пятиразовое, там какое-то меню, чтобы разнообразно, почему-то, когда детки у нас подрастают, мы уже как-то отпускать начинаем, ну, наверное, потому что они уже не такие милашки у нас, они сами от нас отстраняются, и мы тоже вот в каких-то вопросах начинаем отстраняться, так вот, это как раз не те моменты, когда мы должны отстраняться, именно мы должны контролировать сон, и что они едят. Следующее, ну, мы уже говорили, особенности физического и полового развития, да, вот эти проблемы, и вот вы знаете, вот все вот эти проблемы, они рождают конфликты, да, ну, конфликт же на пустом месте не бывает, вот все, что я перечислила, да, что может родить конфликт, агрессия, злость, правда, снижение успеваемости, легко, да, может спровоцировать конфликт, и нам нужно всегда вот именно с пониманием относиться к этому, да, видеть именно саму причину, не видеть в ребенке, да, причину, что вот он такой злой, он так меня ненавидит, да он еще сегодня пришел и сказал, мама, я тебя не люблю, да я вообще вас, родители, ненавижу, да вообще вас видеть не хочу, ну, все, я от вас уйду, соберу вещи, да, конечно, очень сложно, и нам легче увидеть все зло в нем, чем понять причину, что же движет им, вот когда мы с вами знаем особенности, когда мы знаем проблемы, что это не просто его агрессия или его нелюбовь, а возможно конфликт какой-то, да, в школе с друзьями, возможно неприятие, он там влюбился в девушку, а она не любит его, или не проявляет к нему знаков внимания, или возможно у него болит голова сейчас, или там учителем что-то не поладил он, то есть всякие-всякие-всякие моменты происходят в его жизни, и мы должны быть внимательны, и вот самое главное, вот в такой конфликт, в яркий конфликт, который происходит сейчас, не начинать свои воспитательные, так скажем, моменты делать, то есть воспитывать, учить, самое главное, вот вы знаете, когда ребенок маленький, совсем маленький, как нужно ему объяснять, и как его нужно поправлять, когда он не знает, ну например, он или в розетку пальцы сует, или там еще что-то сосовывает, или же он на подоконник забрался, ну смотрит в окно, ну что-то граничащее жизнью, или например бьет, ну стукнул маму, да, разозлился, ну что-то происходит, обычно детей маленьких нужно сразу же объяснять, потому что если их оставить на часик, а потом позвать его такого маленького и сказать, вот ты час назад делала то и то, а я нехорошо, то он обычно забывает, так вот, с подросшими детьми, с детьми нашими уже, как мы называем их подростками, так нельзя делать, как раз их нужно вот в такой острой ситуации оставить один на один, подождать, когда он успокоится, что мы можем сделать сразу, сразу мы можем обнять, если он позволит, да, сделать, а он может и не позволить, твой вот такой вот ребенок, поднять, обнять, сказать ему, что ты его любишь, сказать, что ты его понимаешь, что ты понимаешь, что ему сейчас тяжело, что ты тоже был в такой ситуации, когда тебе хотелось плакать или кричать, или хлопать дверью, можешь сказать, что ты сейчас уйдешь в другую комнату, но когда он будет готов, ты можешь с ним поговорить, или сказать, что да, я готов тебе помочь, если тебе нужна моя помощь, обращайся, я тебе помогу, и через какое-то время можно обсудить эту ситуацию со своим подростком, даже нужно обсудить свою ситуацию с подростком, но делать всегда это, исходя, как вот мы с вами брали 1 Коринфянам 13 глава, обращаясь к тому, какое должно быть наше сердце при этом, не раздражать, чтобы своих детей, оно должно любить, оно должно миловать, прощать, покрывать всё своей любовью. Конечно, это очень как бы нелегко, но мы знаем, что любовь — это труд, и мы ради того, чтобы иметь крепкие семьи, хорошие взаимоотношения с нашими ближними, мы готовы трудиться, тем более, что этот ребёнок, этот подросток, это наш ребёнок, наш подросток, и мы в союзе с Богом, мы в союзе с Ним исполняем свои договорённости, свои обязанности. И мне бы сейчас хотелось, чтобы мы вот с Лизой, она уже поняла, обсудили какие-то проблемы, моменты трудные, которые возникают между родителями. Ну вот много говорю, а как вот это на практике-то, обнять, поцеловать. Но я хочу сказать, что у нас ещё в нашей христианской среде какие-то бывают моменты, ещё они более углубляются, сугубляются, вернее, такими вот, что наша нравственность, мы не можем отказаться от нравственности нашей, мы не можем разрешить, да, какие-то моменты, что мы считаем неправильно. Это достаточно сложно нам, да, вот как-то себя правильно вести или взаимодействовать. И вот мы сейчас разберём несколько моментов, думаю, у нас получится. Какие-то мы возьмём наши, ну, в основном мы возьмём, с чем мы сталкивались, возможно, ещё возьмём какие-то другие, если у нас получится. Ну вот пусть я слишком много говорю, а сейчас у нас Лиза. Ну, как и все подростки, мы сталкиваемся с решением сменить кардинально свою внешность. То есть это, возможно, смена цвет волос, покраска ногтей, с прически. И мы с мамой столкнулись с такой проблемой, как решение набить себе татуировку. Конечно, христиане неоднозначно относятся к нательным рисункам, особенно которые оставляют след пожизненно. И я решила вопрос задать маме, как она к этому относится, и вообще прийти к своему желанию, что заявить о том, что вот я хочу, и как нам с этим быть. Конечно, среда такая была, что мне было 13-16 лет, примерно этот период моего желания, когда подростки в моём окружении, ребята, девочки, начали задумываться о татуировках, некоторые даже набивали себе, какие-то рассматривали эскизы, что больше им нравилось, то они их себе примеряли, возможно, в формате каких-то временных татуировок, кто-то и пожизненно себе их набивал. И, соответственно, я этой идеей загорелась и решила, что вот я тоже хочу, и пришла к маме заявить о том, что вот моё желание, хочу набить татуировку. И мама начала, что для меня было очень важно, как услышать ребёнку от родителя, не сразу негативный отказ, не скажу, нет, что это такое, почему ты решила так, решила, что я тебе обязательно это разрешу. Она сказала, хорошо, давай подумаем. И это уже удивило меня, что положительный ответ, то есть я не услышала негатив в свою сторону. И она предложила варианты решения, скажем, такой проблемы. Она спросила меня, что я хочу, как я хочу, какими средствами я буду пользоваться, как оплачивать, в каком салоне мы будем это делать. И я, к сожалению или к счастью, на тот момент ещё не ответила сама себе на эти вопросы, и это желание, оно отпало. И на данном моменте оно и не появлялось ещё. То есть я для себя ещё не определилась, что я хочу, как я хочу и зачем. Ну, Лиза вот так красиво рассказывает. На самом деле мне было достаточно сложно. В тот момент я была не готова к такому вопросу, вот прям так вот. То есть я не готовилась, думаю, так, наверное, скоро ей столько лет будет, она захочет татуировку сделать, и что я буду с этим делать, я не знаю. Конечно, почему я так серьёзно к этому отнеслась? Ну, во-первых, потому что я служитель церкви, во-вторых, потому что я знаю, что не все однозначно за и против. То есть я не могу сказать, ну, как бы, что можно делать, нельзя делать. Сейчас мы не будем это разбирать, это не тема нашего разговора, потому что ребёнок может, подросток может прийти так с любым предложением, то есть с любым. Купи мне там мотоцикл, там, или ещё что-то, да. И вот, мы разбираем вот конкретно наш пример, и вот я понимала, что мне, вот она сейчас мне, ну, спрашивает меня, для меня было в тот момент важно, чтобы она от меня, ну, не разрушить наши доверительные отношения. И понимаете, когда к вам приходят, да, и вам что-то предлагают, вас что-то спрашивает, ваш сын или дочь, не говорите нет. Это не означает, что вы согласны со всем, что он делает. Но вы говорите нет не просто так. Вы даёте право выбора своему сыну или своей дочери. Вы объясняете, потому что, вот как Лиза сказала, да, это её причина, ну, цели, да, какие цели сделать татуировку. Они у всех же могут быть разные, правда? Одного спросишь, а зачем ты хочешь? Скажешь, просто хочу. Ну, вот хочу. привык, привык, вот он хочет и получает, да, ну, кто-то скажет, потому что это красиво. Вот, красиво же. И это тоже цель. Кто-то может ещё что-то, предположительно, там, захочет. Вот, ну, а у Лизы цель-то была какая? Она просто кто-то делал тоже. И она, ну, как все, она хотела сделать, как все, и она даже не задумалась, какую она хочет, и где она хочет. И когда я сказала нет, это вот было, ну, нет, но, как бы, вернее, я разрешила ей, да, я не сказала нет. Но мы, надо же было решить, как это мы можем сделать. И вот на этом этапе, конечно, произошли какие-то понимания, изменения. И также вы можете, если что-то, ну, какие-то возникают, такие проблемы, вы объясняете, показываете, да, рассказываете, потому что это, ну, важно. Они не всегда задумываются о целях, они не всегда понимают, чего они хотят, а мы на то и взрослые люди, чтобы мы им показать, что, ну, как бы, во всём, что нужна цель. У меня недавно такая была ситуация с Ариной, с младшей, когда она попросила у меня купить, вы сейчас знаете, такая есть игрушка интересная, пупит называется, вот. Для меня она, как бы, странноватая, вот, но мы тоже не для этого здесь собрались. И вот она, у неё уже есть два пупита, один простой, ну, как бы, вот, кто, если вы не знаете, это типа антистресс, типа, вот, нажимать, надо нажимать, как мы раньше упаковочную эту плёнку нажимали и радовались, как там, чипок, 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 вот, а тут они сделали, как каучуковый, или резиновый, этот чипок-чипок, чипок, это, кстати, хуже, чем плёнка упаковочная, вот, не понимаю смысла, ну, вот, не важно, у всех, да, и вот, ей тоже нужно, ну, вот, мы один приобрели с ней, потом второй приобрели, цель второго была, потому что он единорог, он был, он как единорог, он как единорог, и вот чипок-чипок, ладно, чипок, и вот тут на днях нам нужен был третий пупит, и мы уже зашли в магазин, и вот, понимаете, я её спрашиваю, а тебе зачем? Ну вот, ну, а, она ещё не такая взрослая, девять лет, но, тем не менее, она может уже, ну, как бы, анализировать, хотя бы чуть-чуть, зачем? Зачем? Я говорю, вот как, а зачем он? Ну, для того, чтобы нажимать, хорошо, у тебя есть два для того, чтобы нажимать, и вы знаете, вот она на самом деле, она ведь задумалась, я не ожидала от неё, что она задумается, она задумывалась о цели, да, а зачем, а зачем, ведь можно, ну, купить что-то другое, и какую-то другую цель восполнить, да, провел какой-то, и вот она задумалась, и вот здесь, да, вот нужно нам задумываться, хорошо, Лиза, давай. Вторая, скажем так, проблема, с которой мы столкнулись, это игнорирование мнения подростка, это, наверное, один из ярких примеров, которые, вот, подготавливаясь, я вспомнила, обстоятельства были такие, что... У нас Лиза сама, сама, как бы вот, она когда мне рассказывала, мне иногда так, вы не подумайте, что у нас так всё хорошо и красиво, потому что, вот все какие-то, ну, моменты, мы переживали это и по времени дольше, и не сразу находили договорённость, да, как бы компромиссы, да, какие-то определённые, то есть это мы сейчас вам так красиво выкладываем, вот, извини. Вот, и это связано было со спортом, с той, ну, с деятельностью, которая мне нравилась, и произошла такая ситуация, мой лично внутренний конфликт, когда я понимала, что уже профессиональный спорт, мне было 15 лет, по каким-то причинам я его не могла продолжать, и был вариант перейти на любительский спорт, или вообще отказаться от данного вида спорта, я занималась художественной гимнастикой, и я не понимала, зачем продолжать то, в чём я не могу там дальше реализовываться, получать какие-то регалии, медали, звания, и я решила вообще пойти на конфликт, не только с собой лично, но и с родителями, и с тренерами, и вообще отказаться от идеи, посещать занятия, и тем самым я выразила свой протест личный, и на что мне мама ответила, что Лиз, наверное, не стоит нам заканчивать резко, у меня там есть какие-то физиологические особенности, с которыми мне нельзя было резко заканчивать тренировки, чтобы сердце хорошо работало, потому что нагрузки были большие, если отказаться совсем от тренировок, там 6 раз в неделю по 3 часа, и ничего не делать, то было бы плохо и моему телу тоже, и здоровью, и тренеров не стоит подводить, и, возможно, как бы не стоит переключаться на какие-то другие виды спорта, потому что тебе ведь это всю жизнь нравилось, а я перешла именно вот в такой протест, но я не согласилась с мнением мамы, аргументов мне не хватило ее, и что я начала делать? Я начала прогуливать эти тренировки, сначала я один раз прогуляла, мне безумно понравилась эта идея, потому что я была согласна с собой, у меня не было внутреннего конфликта на тот момент, что я приняла решение, и я ему следовала. Дальше я вообще перестала ходить на тренировки, вот, и, так скажем так, обманывала маму тем, что я хожу, я собирала портфель, рюкзак с собой, делала вид, что я иду, отзванивала, что я пришла на тренировку, в общем, отличная картинка, план у меня классно сработал. До того момента, когда тренер позвонила родителю и спросила, где же у нас гимнастка-то на тренировке, а гимнастки не оказалось, и вот только после этого мы с мамой поговорили, уже, скажем так, на трезвую, и приняли решение, что не просто уйду в никуда, сидеть дома перед телевизором, а сменить деятельность, и тогда мама купила мне там фитнес-абонемент, и вот мы поменяли. Да, ну и здесь вот какой мы можем вывод, анализ, да, сделать то, что произошло. Чего я пожалела, ну, как бы о чём пожалела? Пожалела о том, что я вовремя, ну, не была внимательной и не уделила времени, да, более глубокому общению, то есть не было такого у меня в тот момент активного услышивания Лизы, то, что она мне хотела донести, то есть, ну, как бы вот, всё, что она обманывала, да, там, как бы, мы говорим, что враньё — это плохо, это грех, да, то здесь, как бы, в этом я чувствую, это была моя вина, потому что если бы я сразу услышала её, я бы вникла в ситуацию, да, я разобралась бы, для этого мне просто нужно было время, а я как-то решила, ну, ну, как бы это не так серьёзно, подумаешь, ну, как бы, что-то у меня просто там голову скружило, да, столько лет занималась, вот, и я не была внимательна здесь, это была ошибка, то есть нужно всегда быть внимательным, потому что вот то, что говорят, а не нам, взрослым, это на самом деле, они об этом думают, и они это говорят, нужно быть им услышанным, и нам слышать, и, конечно, здесь вот хороший был бы вариант, ну, к которому мы и пришли в итоге, да, что она просто сменила, ну, я не знаю, могла бы что угодно, то есть это можно сменить и другую деятельность, придумать какую-то, ещё что-то, да, вообще дома с книгой бы читала, вот в этом бы не было ничего ужасного, да, плохого, но это был конфликт, и вот конфликт, который вот, были вовлечены уже и я, и тренер, и Лиза, и ей было стыдно, и тренер тоже, ну, как бы, недоумевала, да, почему так происходит, ну, вот, слава богу, всё. Что всё разрешилось. Третья ситуация, которая произошла в наших с мамой взаимоотношениях, в моих взаимоотношениях со школой, это снижение успеваемости. Дело в том, что как-то у меня была такая галочка, пункт на школе, на отличной учёбе, и со второго класса по девятый, я была круглой отличницей, и в тот момент, когда мы перешли среднего звена во старшее звено, в десятый класс, я, скажем так, скатилась до четвёрок. В общем, это немножко смешно звучит. Но для моих педагогов это было полное недоумевание, что же происходит с нашей ученицей, как так, значит... Я хочу сказать, что для педагогов это просто было понижение рейтинга. Такой спойлер вначале, то есть вы никогда не идитесь на то, когда педагоги они вот вытягивают на пятёрке, это вот рейтинг тоже влияет, прости. Вот. И причиной моего снижения успеваемости это была полная апатия, то есть я на тот момент, проучившись первую четверть, скажем так, половину семестра в школе, поняла, что я, к сожалению, пошла для себя не по тому пути, я бы хотела там уйти в колледж, и я приняла решение, что я буду изучать те предметы, которые мне необходимы для поступления в ВУЗ, то я изучала необходимые дисциплины мне или те дисциплины, которые мне нравились. А те дисциплины, над которыми я раньше кропотливо, усердно сидела, работала над ними, чтобы получить вот эту классную пятёрку для себя, поставить пункт в галочке, я их отпустила. и я переместила, скажем, акцент с пятёрок на своё внутреннее ощущение, на то, что я хочу, разрешала себе делать то, что мне нравится. И случилась такая ситуация, что маме позвонила мой классный руководитель и сообщила о том, что очень здоровская фраза звучала о неуспеваемости и непосещаемости ребёнка, мы приглашаем вас обсудить эту проблему. Первый раз за 10 лет меня вызвали в школу по снижению успеваемости. И я всё же боялась все эти яролаши, какие-то смешные ситуации о том, как вот все ждут дети, когда придут же их родители с родительского собрания. То есть это жду под столом, всё, квартира прибрана. Вот это была моя первая ситуация, когда вызвали в школу не то, чтобы похвалить меня, а то, чтобы поругать. И какова же была моя реакция, как ребёнка, увидев, что родитель не стал ругать меня, не стал порицать меня, не только когда мы были с ней вдвоём, а ещё и при педагоге, не сказать, какая она плохая, мы обязательно дома с ней разберём эту ситуацию. Она меня поддержала, меня защитили, и мне помогли найти ниточки, те ситуации, которые у меня были не решены, найти там репетиторов, найти ребят, с которыми бы я могла подтянуть те предметы, пробелы, в которых мне не хватало в дисциплинах, в изучении. Да, даже не знаю, что сказать. Это очень важно, быть на стороне своего ребёнка, хочу сказать. Это очень сложно. Ещё раз оговорюсь, мы так быстро об этом говорим. На самом деле, внутри то, что переживаешь, это работа определённая, это эмоции, это эмоции от волнения до непонимания, до принятия и любви. То есть это всё, всё как бы проходишь, эти эмоции. Но самое главное, и вот эти конфликты, особенно, которые в школе происходят по поводу успеваемости. Конечно, Лиза вот сейчас, ну как бы некоторые улыбаются, там с пятёрок до четвёрок скатилась, ну как бы, ну подумаешь, да. Хочу сказать, даже если с троек на двойке, или с четвёрок на тройке, вот в этих ситуациях, когда происходят, ну вот эти вызовы в школу или конфликтные ситуации, в которых не только участвуют родители, ребёнок, а когда есть ещё какое-то третье лицо, самое главное, не унижать своего ребёнка в этот момент. То есть на глазах у другого человека, ну как там некоторые там, тоже яролаши, там, допустим, там папа говорят, сейчас я ему там подзатыльник дам, болтусу своему там, тут же, да, ну как бы и мальчик там забивается там, да. Нет, вот в те моменты, конечно же, нельзя, нужно воспринимать спокойно, настраивать себя, да, потому что вот в этот момент переживания такие же точно, как и мы родители испытывают и ваш ребёнок. То есть он тоже это переживает, даже если он учился и скатился на двойке, он всё равно в этот момент он переживает и он находится на стороне обвинения, его обвиняют, да, и нам важно поддержать. Да, вот такой момент поддержать, защитить в этот момент, но, конечно же, когда потом всё это вот успокаивается, проходит какое-то время, там час или там с утра до вечера или, как я говорю, с вечера до утра переспать с проблемой, да, тогда, конечно же, нужно разобрать с ребёнком эту ситуацию для того, чтобы понять, то есть, но для этого, конечно, опять же говорим, нужно внимание, да, и время, то есть, чтобы понимать, что ребёнок, потому что, когда они вырастают, мы вот ослабляем, да, они отделяются от нас, мы даём им самостоятельность, да, и они самостоятельно начинают учиться, да, устраивать какую-то свою жизнь, уже свою подростковую, взрослую, и мы ослабляемся, мы привыкаем, например, нам один раз наш сын или дочь сказали, я там это, потом сделаю домашку, или, например, да я там сделал, да я потом, всё нормально будет, и мы расслабляемся, мы вот как бы уже в это не вникаем, и потом в какой-то момент, да, мы понимаем, что всё равно наше внимание, не наше раздражение, не наше, как бы, назидание, вот в таком, в плохом смысле этого слова, нужно нашим детям, нет, им нужно наше внимание, я хочу сказать, что любой сын, любая дочь, если вы с ним вместе посидите, поделаете домашку, он только рад будет, если вы своё время, у нас так получается почему-то, что только с первоклашками, да, с начальной школы, родители, да, я не сторонница делать домашку с ребёнком, да, у меня, допустим, вот Лиза училась сейчас, младшая учится, я не делаю с ней домашнюю работу, но, если нужна помощь, и если мне ещё говорят, помоги мне, пожалуйста, просят, то я, как бы, со своей стороны, хотя бы, время выделю для того, чтобы помочь, потом узнаю, как бы, нуждается правда или ленится, да, но для того, чтобы понять, нуждается в помощи, ленится ли, это нужно время, да, то есть для нас нужно время, давай, Лиза уж. И четвёртая ситуация, которую хотели бы разобрать, это, ну, противопоставление себя сверстникам, мы уже взрослеем, уже не такие миленькие, хорошенькие, как говорила мама ранее, а привычки меняются, ребята взрослеют, такой подростковый возраст, 15-17 лет, возможно, даже ранее, и ребята в компании, с теми, с кем мы общаемся, особенно если это не христианский круг общения, они начинают использовать нецензурную лексику, появляются какие-то вредные привычки, и у меня появился в связи с этим вопрос, как же мне реагировать, и как мне быть в таких обстоятельствах, но у меня была компания из семи девочек, и мы очень часто собирались проводить время вместе, в гости ходили, в гости ходили, гуляли, в кино и так далее, и вот мы собирались на ночевки, у нас такие были пижамные вечеринки, и как только начали, так скажем, все повзрослели, появился алкоголь, я задалась вопросом, а могу ли я присутствовать на этих вечерах, если, например, я не соглашаюсь с данной позицией, и я обратилась к родителю с этим вопросом, спросив, а как же мне поступить, и для меня было просто шоком услышать ответ о том, что я могу быть примером и не согласным с этой позицией, но любить этих девочек, своих подружек, и быть с ними в компании, и мама привела такой пример из церкви, из Библии, это Иоанна, первая глава, пятый стих, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть я и не принимаю позицию девочек, что они могут какие-то вещами, скажем так, неприемлемыми для меня заниматься, но я и показываю свое отношение к этому, и не негативлю в них, ну, какие вы плохие, грешницы, еще что-то в этом роде, а я их люблю, и показываю этот пример, что я их принимаю, и они принимают меня, и принимают мою позицию. И от этого вытекает такая проблема, что здорово, когда родители знают о ваших друзьях, знают о друзьях своего ребенка, дружат с ними, общаются, поддерживают связь, и не занимают позицию непринятия, позицию запрета, да, что меня не отпустили в эту компанию, а доверяют мне и дают право выбора дружить с этими людьми или не дружить, и доверяют мне полностью ситуацию, что я смогу за себя там постоять, если что, и отстоять свои права, свою позицию. Ну, вот, конечно, вот то, что Лиза говорит, это тоже не столь легкий вопрос, да, особенно для родителей, которые, ну, христиане, которые служат в церкви, потому что, ну, мы понимаем, что окружение делает человека, да, и вот здесь как раз выходит вот эта вот особенность такого возраста, когда ребенок, он подросток, начинает себя противопоставлять, ну, он же может в чем-либо угодно, да, там какой-нибудь там, ну, готы, например, да, они там, выбывают, если они не в своей компании находятся, они себя противопоставляют другому обществу, но здесь мы говорим именно о нашей христианской позиции, да, мы христиане, и наши дети, они, вот, находясь в межском обществе, как бы я так сказала, утрированно говорю, находясь в компании, да, в которой другие, они не следуют христианским принципам, так скажем, то есть они, если, допустим, мы не пьем, не курим, там, не какие-то, не сквернословим, да, там другие вещи исполняем, это, ну, как бы по сердцу Божьему делаем, поступаем, да, только другие так не делают, и, конечно, понимая, что, как бы, ну, тебе немного и страшно, что ли, можно сказать, ну, то есть не то, чтобы страшно, как прям вот боишься, а ты с пониманием относишься, что вот он, находясь в таком окружении, то есть человек тоже может поменяться, правда, тоже может, но тут самое главное дать, объяснить, и чтобы твой ребенок, твоя дочь, твой сын, они понимали, кем они являются, и что, ну, кто они есть на самом деле, это самое главное, и тоже дать возможность понимать, что другие люди, они тоже достойны уважения, вне зависимости от какой-либо принадлежности к чему-либо, да, даже какие-то расовые, возможно, конфликты, тоже группы, и вот здесь, что я хочу сказать, что вот это вот, то, что Лиза это так приняла, для меня это тоже было удивление, что это для нее, ну, как бы, вот очень сильно ее коснулось, я хочу сказать, что вот это противопоставление ее, как христианке, к своим сверстникам, к компании, в которых она находилась, в дальнейшем это произвело плоды в ее жизни, в жизни ее девочек, да, с кем она дружила, во-первых, что это произвело, то время, которое она проводила с ними, оно, во-первых, уменьшалось, да, то есть мы, если мы видим, что наш подросток, наш ребенок, он находится, ему сложно, во-первых, мы можем ему не только объяснить, да, кто он вообще, кто он является, кем он является, что он может, да, вот как Лиза сказала, свет нести, да, вот, но еще мы дать ему альтернативу, у нас хорошая альтернатива, в церкви, например, да, я вот сейчас про нашу церковь говорю, то есть это, есть молодежное служение, есть какие-то другие служения, которые готовы создать вот эту компанию друзей, которые будут окружать ваших детей, и это уже не будет, вот, допустим, ну, те, кто там собирается, чтобы там выпить, покурить там, еще что-то потанцевать, это уже несколько иное, да, общение, тогда мы должны помогать, увидеть, увидеть такую альтернативу, конечно, мы в первую очередь на себя смотрим, если мы в этом не видим альтернативы, да, то мы, нам очень сложно это детям объяснить, если мы в это не вовлечены, то и детей очень сложно вовлечь, да, ну, и вот, наверное, мы вот больше не будем затрагивать какие-то проблемы, хотелось бы вот в конце в самом сказать еще несколько вещей про то, как мы можем помочь, да, еще вот как обозначить четко, четко, как мы можем помочь, мы можем выслушать и предложить выговориться, да, когда есть какая-то острая, такая проблемная ситуация, то предложить выговориться и выслушать, и это невозможно сделать на бегу, для этого нужно время, и в этом нужно проявлять уважение к своему ребенку, да, потому что то, что будет говорить ребенок, это не всегда будет означать то, что нам приятно будет это слышать, но мы должны научиться слушать, молчать, слушать и уважать. Следующее, не указывать ребенку на его ошибки в момент, когда происходит конфликтная ситуация, то есть в этот момент это бесполезно, единственное, что мы можем, следующее, чем мы можем помочь, это проявлять навыки активного слушания, да, мы его не учим, но мы ему говорим, ты расстроен, мне очень жаль, я бы тоже расстроился, ты сердишься, я бы тоже сердился, никогда нельзя говорить, это ерунда, у тебя такие мелочи происходят, ты вообще тут, вот что ты расстраиваешься, никогда нельзя, так вообще никому никогда нельзя говорить, если вы слушаете проблемы другого человека, но тем более своему ребенку, да, а не использовать информацию, которую вам рассказал ребенок против него, да, если с вами поделились, вот представьте, вам доверили, никогда нельзя потом это припоминать, да, вы это принимаете, и вы это прощаете, например, это если против вас какая-то информация, что мы еще можем сделать, мы можем спросить, что он думает, вот об этом конфликте, что он может предпринять, или что он хочет предпринять, а как мы можем ему помочь, что мы можем сделать для него, мы чем еще можем помочь, предоставить право выбора, да, мы уже говорили, не навязывать свою помощь, нельзя ее навязывать, но ее нужно предлагать, когда есть возможность, идти на компромисс, предлагать взаимовыгодные варианты какие-то. Это относится к компромиссу, к сотрудничеству. При этом мы должны вселять ему, вселять нашему сыну или нашей дочери веру в то, что он силён, то, что он у нас красив, что он у нас умный. Никогда не унижать, не сравнивать его с другим ребёнком, не самому не сравнивать. Иногда говорят, «О, там Лена такая молодец, а ты вообще у меня ужас, что?» Нет, никогда нельзя сравнивать с другими детьми и не позволять ему тоже сравнивать себя с другими. Быть приветливым и уважительным к его друзьям. Да, конечно, нам не всегда нравятся друзья, но мы не имеем права унижать его друзей. То есть это не наша задача. Тем более, если мы так будем себя вести, мы не сможем построить доверительные отношения. Постараться расширить круг интересов ребёнка. Если мы видим, что какие-то проблемы завладевают, конфликты, какое-то напряжение, мы можем снять это тем, что мы просто будем расширять круг интересов. И самое главное — это почаще обнимать своего выросшего ребёночка. Лиза не даст сказать, что ей это очень важно. И даже я, я, конечно, очень стараюсь, но даже я это делаю не так много, как бы ей хотелось. Это касается мальчиков тоже. Я думаю, что ни один сын не будет отвергать, когда мама его обнимет и поцелует, когда это будет делать ненавязчиво, а когда это будет делать с любовью и приветливостью. Давайте будем их любить, будем любить себя и будем любить их. И в конце хочу зачитать одно местописание. Не очень оно как-то вот, как сейчас говорит молодёжь, зашло. Это из Псалма 15, 5 стих. И там псалмопевец говорит, «Господь есть часть наследия моего и чаши моей». Я тут вот задумалась, думаю, какое есть моё наследие, да? Что у меня есть? А ну что вот у меня есть? У меня немного есть. Ну вот если взять материальные вещи, да, земные, там, недвижимость, имущество, там, я не знаю, счета, средства, там, финансы, не так много. Но у меня есть, это Господь. И у меня есть мои дети, да? И вот это наследие, да, Господь, часть моего наследия, я очень хочу, чтобы они были наследием моих детей. Я думаю, каждый из вас, он молится об этом и хочет, чтобы Господь, который является наследием вашим, частью вашего наследия, также был бы наследием и ваших детей. Давайте будем вместе молиться за это, думать об этом, стараться, любить друг друга. Вы все замечательные, красивые, добрые. И наши дети, они тоже очень замечательные. Они все достойны нашего понимания, нашей любви и заботы. Давайте сейчас помолимся вместе с вами. Дорогой наш Небесный Отец, мы сейчас молимся и просим, Господь, благослови и наполни наши взаимоотношения с нашими детьми. Какие бы они ни были, Господь, мы любим их, мы благословляем их, мы заботимся о них. И так как ты, Отец наш Небесный, заботишься, восполняешь наши нужды, мы тоже восполняем и заботимся о них, переживаем за них. Просим, Господь, чтобы в наших сердцах вся наша вот эта забота, она шла из любви, Твоей Божьей любви, из милости, из прощения, из верности, из кротости и производила свой плод в жизни наших детей. Пусть и ты, Господь, будешь частью наследия их во имя Иисуса Христа. Мы благодарим и благословляем Тебя, дорогой Небесный Отец. Если есть трудности сейчас во взаимоотношениях или есть проблемы, какие-то конфликты у наших детей, которые сейчас происходят в школе со своими сверстниками или с собой, да, внутренний конфликт, в становлении, да, в понимании самого себя, мы молимся и просим, Господь, прикоснись, прикоснись, убери все эти заботы, все эти страхи и тревоги, дорогой Господь, и наполни своим Духом Святым и любовью. Благодарим Тебя, Господь Иисус, да будет Тебе слава, вся слава, честь и хвала. Аминь. Благодарю Вас, что Вы нашли сегодня время послушать вместе со мной, поразбирать Слово Божие, поразбирать наши взаимоотношения с нашими близкими. И сейчас, дорогие, в конце уже, когда подошло все к концу, давайте откроем наши сердца, чтобы также наши сердца были наполненными, жертвенными, и мы могли Господа также благодарить теми финансами, которые есть у нас. Давайте сейчас будем собирать пожертвования, и Вы сейчас можете посмотреть ролик о способах пожертвования. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если бы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования, возможно, всеми доступными способами, которые Вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь «Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда Вы жертвуете, Вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова